Приветствую всех молодых революционеров и бунтарей. Сегодня речь пойдет о грядущей игре от некогда приличной немецкой команды Crytek, известной многим по отличной серии Crysis, первому Far Cry и топовому школьному шутеру Warface. Немцы, которые забыли, что значит делать качественные игры и провалившиеся с третью частью Crysis, в прошлом году выпустили вполне годный мясной экшен Rise Son of Rome и видимо таки решили сделать камбэк в игровой индустрии, поэтому и выкупили у обанкротившейся THQ права на издание игр под названием Homefront. Правда потом гигант Deep Silver выкупил права у Crytek и в общем Homefront как заправская куртизанка успела пройти через несколько издательских рук. И все же, каким будет продолжение первой части, которая оставила смешанные впечатления у игроков, а пока о известных фактах я и хотел бы вам поведать. Несмотря на волны сокращений в различных филиалах Crytek, работать над игрой будут скорее всего те же люди, но под другими логотипами. То, что известно уже точно, нас ждет открытый мир, поэтому будет отличная возможность побродить по оккупированным американским каменным джунглям, что непременно доставляет. Разруха и элементы локального апокалипсиса сделаны весьма реалистично, ведь это же CryEngine. Пейзажи в игре мощные, видно, что разработчики уделяют внимание окружающему миру. В первых геймплейных роликах игры повсюду что-то происходит, в небе летают какие-то киберпанковские дирижабли, за углом допрашивают бедных мирных жителей, в общем движуха в самом разгаре. Как и в любой современной игре, авторы ну не могли пройти мимо гаджета, который ну просто обязан быть у главного героя. Не потому, что он ему необходим, а потому что мода такая мода. В смартфоне у нас будет карта, управление дроном, привет из Call of Duty, камера и иные примочки. В том же смартфоне мы будем видеть лок, другими словами текущее задание, его основное описание и другие элементы, которые все равно никто не читает. В игре показали и стелс составляющую, конечно сильно скопированную с Crysis 2, фирменный стиль немцев узнаваем из тысячи, можно будет просто подкрасться сзади, придушить противника и оттащить тело. Плюс, как и в упомянутом Crysis, мы сможем брать в руки лежащие вокруг предметы, например, чтобы разбить камеру кирпичом, полезная прошу заметить функция. Что касается главного элемента шутера, стрельбы, то тут Crytek как рыба в воде. Геймплей на все очень здорово, скорее всего будет выглядеть и ощущаться как во второй части Crysis. Также можно кастомизировать оружие, лепить разнообразные примочки или наоборот убирать. Классическим примером являются сменные прицелы, которые увеличивают дальность, собственно говоря, прицеливания и позволяют с большой точностью сносить врагам кочерыжки. Причем некоторые виды оружия можно превращать в совершенно нечто что-то другое, точно так же как в Crew можно сделать из камара подобие джипа, так и в Homefront Revolution превратить штурмовую винтовку в пулемет. Плюс к геймплейным видео нам показали непосредственно управление дроном на расстоянии, а-ля третья часть Modern Warfare, правда в данном случае радиоуправляемое барахло является чисто разведывательным аппаратом, нежели смертоносной машиной, занимающейся отправкой врагов в ад. Итак, Homefront Revolution один из самых ожидаемых шутеров 2015 года. По опыту говоря, нового Half-Life от него ждать не стоит, и скорее всего это будет отличный в меру приятный мясной симулятор по сбиванию касок с тупых голов корейцев. Видимо в край так узкоглазых вообще недолюбливают. Сюжетно Homefront зацепит вряд ли, поэтому рекомендую ставить на геймплей и здоровскую продуманную атмосферу, ну и конечно же графику. С вами был Хром, спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось, а также подписаться на канал. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok